Сессия началась с торжественного момента. Депутаты поздравили Веру Севрякову с заслуженной наградой. За многолетний добросовестный труд, высочайшие показатели в работе, в области здравоохранения и курорта, глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев наградил депутата городского совета Веру Стефановну медалью «Герой труда Кубани». Поэтому все свои силы я отдавала медицине, науке, отдавала и буду отдавать. Поэтому спасибо большое за ваше поздравление. Служила Анапе 30 с лишним лет и буду служить до самого конца. Распоряжением главы курорта в честь 70-летия освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков нагрудными знаками награждены почетные граждане города Вера Севрякова и Анатолий Гапонов. Я благодарен руководству города и депутатскому корпусу, что сошли возможным наградить этим почетным знаком, равным, которым награждаются труженики тыла, и нас приравняли. Хотя я, как мы говорим, дети войны, я рожден в 40-м году, и я очень признателен и благодарен. Ну и хочу сказать, как принято у нас важно. Служу отечеству. Первым вопросом стал проект решений о признании полномочий избранного депутата Совета города-курорта второго созыва по Субсевскому сельскому округу Валерия Плотникова. Он набрал 80,21% голосов. Предложенный проект решения был принят в целом единогласно. Валерию Александровичу вручили удостоверение депутата и нагрудный знак. Далее прошло утверждение программы социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2013-2017 годы. Ее цель – повышение качества жизни анапчан за счет экономического роста. Данный проект решения неоднократно рассматривался на комитетах и сегодня был принят депутатами единогласно. Об установлении меры социальной поддержки врачам, работающим в учреждениях здравоохранения, докладывала заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Медработникам, снимающим жилье, необходима доплата. Утвердить порядок компенсации расходов на оплату жилых помещений и выплачивать меры социальной поддержки врачам за найм жилых помещений. В суммах для одинокопроживающего работника – 4 тысячи рублей, для семьи работника, состоящей из двух человек – 5 тысяч рублей, для семьи работника, состоящей из трех человек – 6 тысяч рублей, для семьи работника, состоящей из четырех и более человек – 7 тысяч рублей. Еще один проект решения, касающийся работников медицины – поддержка водителей скорой помощи. Предлагается с 1 октября этого года мера соцподдержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2 тысяч рублей. О создании муниципального дорожного фонда доложил начальник финансового управления Евгений Царев. Теперь мы будем получать в дорожный фонд, создавали дорожный фонд, мы будем получать в него отчисления от акцизов на автомобильный бензин. В Смоленске перечисляем деньги Краснодарскому краю, Краснодарский край в количестве жителей нашего города будет перечислять эти деньги на. Примерная сумма фонда, которого дорожного, приходящегося от продажи бензина по акцизам, будет составлять 22-23 миллиона рублей. Последним вопросом стало внесение изменений в решение Совета города-курорта о бюджете муниципального образования Анапы на этот год, а также 2014 и 2015 годов. Из кровавого бюджета в муниципальный поступило более 100 миллионов рублей. Они будут направлены на ремонт детского сада на хуторе Красный Курган, закупку мебели в детский сад на Субсидском шоссе, рассчитанный на 250 мест, оказание социальной медпомощи и оснащение оборудованием ситуационного центра.